Знаете, какие инвесторы показывают лучшие результаты и никогда не теряют деньги на фондовом рынке? Мертвые и неактивные. Те люди, которые не прикасались к своим портфелям десятки лет, инвестируют лучше всех. По сути, рынок награждает инвесторов не за то, сколько времени они провели в активах, а за то, что они провели в активах те моменты времени, когда всем остальным было страшно. Несколько лет назад в одной из старейших финансовых компаний мира Фиделити решили провести анализ самых успешных клиентских счетов, чтобы найти секрет успеха этих инвесторов. Исследование показало, что самые успешные клиенты были либо мертвы, либо неактивны. Мертвые и неактивные инвесторы, очевидно, не проявляют ни жадности, ни страха тех двух эмоций, которые на протяжении сотен лет делают людей беднее. И если стоимость жадности оцифровать проблематично, то посчитать стоимость страха достаточно просто. Представьте, что в январе 2000 года вы решили вложить деньги в рынок акций. Например, пусть это будет американский рынок и его основной индикатор – индекс S&P 500. В тот момент вы еще не знали, что впереди вас ждет три крупных обвала. Пузырь на рынке IT-компаний в 2000 году, ипотечный кризис в США 2008 года и коронакризис 2020 года. Помимо этого вам предстоит встретить еще восемь коррекций со снижениями индекса на 10% и более. Тем не менее, если вы стойко выдержали все испытания, ни разу не притронувшись к своим инвестициям, то по итогам 2020 года ваши сбережения увеличились бы на 287%. Но что будет, если из этого роста вычесть динамику нескольких самых успешных торговых дней? Интуитивно кажется, что трагедии не произойдет, но реальность вас очень сильно удивит. Если из роста индекса S&P 500 с учетом выплаченных дивидендов за период с января 2000 года по декабрь 2020 года вычесть динамику 10 самых прибыльных дней, то доходность инвестиций упадет до скромных 77% в абсолютном выражении или до 2,77% годовых. А если вычесть 25 дней, то вместо дохода уже будет убыток в размере 16%. На этом графике приведены те самые 10 самых важных дней. Их объединяет два существенных факта. Во-первых, все они приходятся на кризисные периоды, а не на моменты эйфории на рынке. Первые 7 дней – ипотечный кризис в США. Оставшиеся 3 – обвал рынков из-за карантина и пандемии COVID-19. Во-вторых, абсолютно во всех случаях за день до бурного роста рынки падали. То есть именно в те дни, когда многие инвесторы продавали свои активы, в надежде спасти их от дальнейшего падения, они на самом деле, наоборот, потенциально ухудшали свой конечный финансовый результат. Совокупный рост рынка за эти 10 дней составляет аж 218%. Это при том, что в сумме за 21 год индекс вырос на 287%. Получается, что рынок награждает инвесторов за то, что они провели в активах те моменты времени, когда всем остальным было страшно. А если бы в моменты страха инвесторы, наоборот, делали покупки, то получили бы сверхдоходность, которая могла бы превысить 500%. Об этом очень точно сказал знаменитый инвестор Уоррен Баффетт. Бойтесь, когда другие жадничают. И будьте жадными, когда другие боятся. Во время недавнего падения рынка, Инстардинг в своем обращении инвесторам из закрытого канала выразился так. Ребята, вы знаете мою позицию. Я покупаю, когда цены падают, и продаю, когда они растут. Многим с психологической точки зрения это очень непросто. Смотреть, как твой портфель с каждым днем тает на глазах, а ты покупаешь и покупаешь. Но я всегда иду против толпы и паники, поэтому зарабатываю на толпе. Сейчас рынок очень перенасыщен стадом овец. Кто такие овцы? Это робкие и неуверенные в себе игроки, которые легко поддаются панике. Каждый их шаг сопровождается душевными метаниями. Они всегда боятся, все ли правильно сделано. Они долго решаются на покупку, а когда решились, то покупают на самом верху, а продают на самом дне, когда уже не могут выдерживать давление. Именно на овцах и зарабатывают терпеливые и уверенные в себе инвесторы. Также Уоррен Баффетт любит повторять, что финансовый рынок – это устройство перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов, овец, к терпеливым, быкам. Справедливости ради стоит отметить, что продавая во время коррекции свои активы, среднестатистический инвестор пропускает не только лучшие дни, но и худшие. Однако предугадать заранее их наступление тоже практически невозможно. Именно по этой причине те, кто активно совершают сделки по своим счетам, во время коррекций и обвалов, в большинстве своем проигрывают в доходности тем, кто купил и держит. Эксперименты, подобные тому, что провели с индексом S&P 500, моделировали и с отдельными акциями и облигациями, и с индексами разных стран. От актива к активу менялись значения доходов и убытков, но главный принцип оставался неизменным. Вы можете перечеркнуть годы инвестиций в ценные бумаги, продав на панике свои активы всего на несколько дней. Это и есть цена вашего страха. Очевидно, что впереди нас еще ждут серьезные обвалы и коррекции. Они регулярно случались в предыдущие 100 лет и являются скорее свойством фондового рынка, а не его ошибкой. В те моменты, когда вам будет особенно страшно за свои сбережения, подумайте о том, как на вашем месте поступили бы мертвые или неактивные инвесторы. Ведь они, если верить цифрам и исследованию Fidelity, как раз и входят в число самых успешных. Редактор субтитров А.Семкин